вот вот такие вот пироги вот по поводу по поводу бомбочек по поводу дезодорантов как я уже говорила вот эти вот вот эти вот настоечки да вот эта розовая вода огуречных лосьоны эти лосьоны они мне кажется просто убивают бактерии и таким образом это вот помогает вот вот так значит следующее что хотела сказать это одноразовые бритвенные станки вот такие эволюкс это смерть для моей кожи это реально смерть просто для моей кожи почему ну потому что я не знаю я предпочитала всегда залезут в ванну вот они вот такие они без прослойки у меня часто вызывала прослойка вот это вот зеленая полосочка сейчас покажу какой полоски я говорю вот она такая вот зеленая полосочка у меня часто вызывала аллергию вот и по этой причине и розовые полосочки в женских бритвах да вот и мне всегда кажется что мужские бритвы они все-таки получше почему-то вот но вот это просто я не знаю это шкребок просто у нас тоже не первая пачка ушла вот полу не нравится он говорит мне нормально может у него кожа более грубая не знаю на лице вот чем у меня на теле ему нормально ему нравится вот он пользуется вот а мне я не знаю не для меня это просто шкребок для кожи вот у меня была вот такая бритва вот такая вот тут вот эти кассеты сменные и несмотря на то что она стоит дороже порядком несмотря на это она тем не менее тоже г редкостная по качеству она по факту точно такая же как и эти шкребки вот я уже начинал показывать плюс минус то что у меня есть сейчас вот они то что вот прям вот закончилась прям конкретно в пустых банках вот потому что она как бы ну связь она как бы взаимосвязано друг с другом несмотря на тот факт что фирме всегда добрый день и их с инжиром и клюквой жидким мылом я уже показывала там пять шесть вот таких вот закончившихся до паков вот я не я стараюсь не изменять этому мылу но тем не менее вот мыло чертон она с миндалем вот сладкий миндаль она мне очень понравилась на стоит она в два раза дороже чем всегда добрый день а по качеству я не могу сказать что она лучше запах приятненький вот но она более жидкая чем всегда добрый день да а вот и не знаю как бы если смысл платить в два раза больше вот нет также я много раз кстати по поводу тоже бритья для меня лично это единственный способ который не вызывает аллергию вот я пробовала много чего я уже говорила и про крема для депиляции и про полоски и про почему я не использую воск и шугаринг вот также я рассказывала то есть для меня это самый минимальный до такой вот вред для кожи и у меня еще был депилятор вот но он сломался я много лет им пользовалась вот мне нравилось опять же чисто для ног я не настолько садистка чтобы драть с себя волосы во всех остальных местах это больно вот на ногах ты раз и привыкла все то есть как с бровями выщипывать раз то есть больно больно раз тебе уже не больно когда ты делаешь эта процедура за процедурой да вот такая вот краска для волос ирида вот мне почему-то первое время покупала и какого-то фига я думала что это индола а не ирида даже я дурная какая индола куда там и ирида да индолы вот значит я не скажу что она хорошо окрашивает вот это тонирующий шампунь я в основном использую тонирующие бальзамы вот тонику вот почему потому что краски для волос абсолютно любые даже классные даже люксовые краски вызывают у меня аллергию у меня начинает чесаться кожа головы у меня вот здесь появляются появляется сыпь на лбу вот она появляется думаю здесь и на коже головы просто мне это не видно у меня на шее сзади появляется аллергия я уже говорила что у меня еще и знатно так попрыщила всю шею почему я перестала брить затылок вот и как-то сейчас я подумываю чтобы уже не делать этого вот плюс я нашла наконец-то средство которое мне помогает все там расчесать нормально вот да и как-то надоело я год делала эту прическу мне правда уже надоела она вот значит что по поводу тоники тоника окрашивает мне волосы она не смывается быстро и она не вызывает у меня аллергию вот это самые главные вот моменты плюс я нашла наконец-то такой от малиновый красный цвет которым я окрашиваюсь преимущественно но так как я не обесцвечиваю волосы он не становится ярким в темном помещении мне просто темные волосы а когда я выхожу на солнце они светят так ярко-красный это малиновый вот отлив такой красивый мне так нравится я если если я буду обесцвечивать волосы они у меня вылезут я уже была блондинка в свое время и у меня была вот такая вот челка прямо эта челка со временем истончилась так что даже как бы я не вытягивал ее утюжком она все равно как у гусара вот так вот вот тут чуть-чуть вот самые и концы вот так вот в одну сторону начали завиваться вот и вот тут у меня было вот так вот три пера торчали вот вместо затылка и я поняла что волосы просто все они уже начинают обламываться у меня было много экспериментов в свое время я была и девочка с голубыми волосами как мальвина вся школота из соседней школы вот где я тут стояла на остановочке они все на меня так смотрели вот у меня была розовая шапочка с ушками торчала это вот челочка из-под шапочки голубых волос и все на меня так школьники смотрели я была девочка с голубыми волосами и значит у меня был и пепельный блонд и теплый блонд как какого я только цвета не было в свое время вот и сейчас я крашусь вот так к сожалению много перепробованных красок мне ничего не помогает советовать мне тоже ничего не нужно потому что по одной из своих так сказать профессий и по той профессии в которой я была максимально долго да то есть то чему я училась потому что я училась и на электромонтера по ремонту обслуживанию устройств сигнализации централизации блокировки то есть а электромонтер сцб но я не работала ни дня по этой профессии также я училась на историка у меня высшее историческое образование я специалист по истории древней греции древнего рима тем не менее я по этой профессии не работала я проходила практику но я по ней не работала вот дальше а также я мастер парикмахер вот я парикмахер универсал то есть я стригу всех мужчин женщин детей все вот я крашу волосы и делал окрашивание то есть колористика тоже не просто пук воздухе для меня но скажем так колористика к сожалению она всегда хромала у меня вот я как бы это не прискорбно было в колористике хуже всех но несмотря на то что правило в правилах колористики до в расчетах я была хуже всех красила и тем не менее лучше всех почему-то даже те случаи когда волосы могут стать зелеными у меня приобретали благородный пшеничный оттенок всегда мастера этому удивлялись как что ты делаешь почему у тебя вот даже мастера с которыми я работала у некоторых были случаи когда волосы становились с красными там полосками отливами с зелеными на блонде на мелирование у меня таких ситуаций никогда не было я в офигенно могла вывести из темных оттенков светлый светло русы например да из черного такого фиолетового я выводила женщине волосы за один день там мы 5-6 часов с ней сидели выводила на эстель color of вот женщина не потеряла ни волоска вот я вот мыла и волосы в мойке несколько волосинок максимум которые и так выпадают обычно когда ты моешь голову вот поэтому несмотря на то что вроде как у меня были не очень хорошие оценки по колористике на практике на практике я показала себя неплохо как колорист нам еще кто-то в дверь там афон звонил не очковая маленькая взрослых дома нет я не открываю мне просто были ситуации когда мы жили на съемных квартирах и были моменты когда допустим печка неправильно была поставлена или газовая колонка и хозяйка просила ой не открывайте дверь не открывайте что ты там стоишь меня мирыч позвал и хозяйка просила не открывать дверь говорит не открывайте пожалуйста дверь все такое прочее вот потому что просто просто увидят что у нее неправильно установлена вся эта история и будет ей попадос вот поэтому мы поэтому мы так сказать не открывали дверь вот я к этому привыкла еще у нас был случай когда я открыла дверь по домофону сказали что это из газовой службы пожалуйста откройте а потом я узнала что люди представляются что они из газовой службы обворовывают квартиру то есть я потом даже себя винила потому что у кого-то квартиру обворовали я себя винила в том что я открыла дверь домофона хотя если бы не я открыл бы ее кто-то другой вот но такая вот была история и и это ужасно поэтому не знаю мне че-то очкова вот что-то я очкую да как в этом нашей раша да славя славик как там слава че-то очку или как там было давно не смотрела поэтому давно не открывал дверь кому попало я никого не жду я не жду гостей все кто хочет ко мне зайти они всегда мне сообщать через телефон или у них есть ключи я ребенка тоже учу даже если говорят что это мама с папой не важно не открывай дверь мама с папой есть ключи они не будут тебе звонить там афон или в дверь стучать и просить открыть тем более что нашу дверь нельзя открыть если она закрыта изнутри то ее нельзя открыть ключом снаружи а если она закрыта снаружи то я не знаю можно ли ее открыть изнутри то есть у нас такой огромный штырь так вот на железной двери помимо кучи замков вот вот так